Вы знаете, тоже, что интересно, до этого в Афинах были популярны трагедии. Трагедии, где знаменитые драматурги из Фил, Софокл, Еврипид. Там были показаны высокие чувства, большие примеры. А в смутные времена стали популярны очень простые, я бы даже сказал, примитивные комедии. Люди собирались только поржать. Очень напоминает опять наше время, где ты смотришь, все передачи настолько упрощаются, где все вот это как бы грязное белье в перемешку с постоянным комедий-юмором. Ржать, ржать, ржать и не думать, не думать, не думать. То же самое было во время Сократа. Он все больше и больше раздражал. Ему говорили, если ты такой умный, почему ты не говоришь, как нам снова вернуть величие, как Афинам снова стать великим городом? Его жизнь оказалась в опасности. И тут я тоже хочу снова обратиться к одному месту из Евангелия Теана, 11 глава, 47 стих, где говорится, конечно, уже про Христа. Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили, что нам делать? Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него и придут римляне, и овладеют и местом нашим, и народом. Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им, вы ничего не знаете и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб. Видите, вот такая мысль приходит людям. Найти причину бед в ком-то одном и этого одного устранить, убить. Похоже, произошло как раз с Сократом, когда после того, как убили этих полководцев, стратегов, казнили где-то через год, Афины признали поражение в Пелопонесской войне. В отличие от прошлых войн, где Афины блистали, греко-персидские войны, да, это была такая внутренняя уже война, где Афины со своими союзниками сражались со Спартой. И вот Спарта побеждает Афины, и Афины признают это. Атмосфера в Афинах ужасная. Все ищут, из-за чего такое поражение, почему мы такой позор претерпеваем. И, к сожалению, часто в такие времена думают, что вся причина надо найти какого-то предателя. И стали искать предателя. Кто же виновен в закате золотой эпохи Афин? Почему эта золотая эпоха заканчивается? Вот и появляются три обвинителя, которые выдвигают против Сократа Сократа, обвинение. Три человека. Причем интересно, что один из этих трех раньше был сам учеником Сократа. Опять параллель, когда ученик предает. Один из учеников предает. В чем же обвиняли Сократа? Его прежде всего обвиняли в том, что он не чтит богов. По мнениям многих греков, Сократ действительно не чтил богов. Почему? В Греции был политеизм, многобожие. Сократ же верил в единого одного бога. Для них это казалось неправильным. Как это ты в одного веришь? А в других ты какой-то неверующий человек, получается. Всего в одного бога веришь. Во-вторых, его обвиняли в том, что он развращает юношество. Потому что Сократ учил молодежь думать. То, что мы сегодня называем критическое мышление. Размышлять, думать, вникать. Быть свободными от иллюзий. Быть свободными от стереотипов. Не бояться задавать вопросы. Неудобные вопросы. И в итоге пришли к выводу, что именно он – одна из основных причин заката Афин. И состоялся суд в конце мая. Как сейчас у нас. Представьте себе. Только это не Урал, а Греция. Май месяц. Его судят. Сократ спокойно говорил, что это просто фарс. Потому что он понимал. Его судят за всю его жизнь, которая вела к размышлениям. Которая вела к тому, чтобы не искать простых ответов на сложные вопросы. Не быть однозначным. Думать, размышлять. Его на суде обвиняли, что он над всеми насмехается. Он говорит, я знаю лишь то, что ничего не знаю. Как это так, Сократ, мудрец? Что это означает? Я знаю только то, что ничего не знаю. На что Сократ им ответил. Я знаю лишь только то, что ничего не знаю. А другие не знают и этого. И вот ему вынесли обвинительный приговор. И по этому приговору он мог сам выбрать себе наказание. Он мог бы выбрать себе штраф. Интересно, что штраф был тоже очень символично для нас, для христиан. 30 мин. Напоминает что-то, да? 30 мин. И точно так же, это даже по сумме было примерно похоже, как 30 серебряников. Это была примерная цена раба. Примерная цена раба в то время. Он эту сумму с помощью своих учеников, а у него было немало учеников, в том числе и богатых учеников, мог легко собрать, без проблем. Но Сократ отказался платить штраф, потому что он считал себя полностью невиновным. И он говорил, если я заплачу штраф, я признаю свою вину, но я невиновен. И он отказался платить штраф. Тогда ему назначили чашу с ядом цикуты. Есть такое растение цикутов. Можно показать цветы цикуты. Из них изготавливали яд. Яд был смертелен. И можно как раз показать картину, где Сократ выпил эту чашу с ядом. Хотя друзья предложили ему бежать. Они даже уже все организовали. Жена приходила в темницу к Сантипасу с третьим сыном Сократа, который тогда еще был маленьким ребенком. Они предложили ему бежать, уйти в другое место куда-то. На что Сократ ответил, разве есть на земле место, где люди не умирают? Вот он попрощался со своей женой, со своим маленьким сыном и выпил чашу с ядом. И опять-таки получается, что он пошел на эту смерть добровольно. Он не боялся смерти. Опять мы видим параллели с Евангелем. ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! Продолжение следует...